Движение, музыка и свет. Все эмоции и переживания актёров на сцене понятны зрителям без слов. Это пластический спектакль «Фро» по мотивам одноимённого рассказа Андрея Платонова. Современное прочтение советского произведения представляет режиссёр Екатерина Макшанкина. Театр лаборатории «Самое своё». Это история о женщине-муж, который уезжает в долгую командировку. Постановка исследует чувства людей того времени через современные реалии, размывая временные рамки. Это потрясающе какое-то поле для исследования, для пластических каких-то ассоциаций, для рефлексии. У нас очень много было танцетюдов в процессе подготовки. И мы обнаружили, что очень много параллелей и в современной музыке, и в советской, и в каких-то просто звуковых сочетаниях. В общем, мы очень много экспериментировали. Постановка «Фро» вошла в тройку спектаклей победителей творческого проекта «Рупор-63». Такое название не случайно. Это шанс для молодых начинающих режиссёров, сценаристов и актёров заявить о себе. Конкурс открывает возможности для творчества, ведь нет ограничений по жанру или формату произведения. Каким будет спектакль, решают сами участники и представляют свои работы на суд экспертного жюри. Это студенты выпускных курсов всех институтов культуры и театральных заведений России. И это выпускники, которые ещё не работают в театрах. То есть мы занимаемся тем, что мы открываем новые имена, и мы хотим, чтобы имена приезжали в Самару, молодые, творческие, креативные. И руководители театров, может быть, кого-то выберут. «Рупор-63» – совместный проект с ГИК и Самарского фонда развития культуры и креативных индустрий. В этом плане именно тот формат, который выбран на «Рупор-63», на самом деле очень здоровый. И я считаю, что это огромный потенциал для развития компетенции студентов, умения работать в команде и реализовывать проекты. Проект «Рупор-63» собирает работы для следующего конкурса. Уже прислали более 60 заявок. Проект становится международным. Среди участников не только самарские режиссёры, но и специалисты из других регионов России, а также стран ближнего зарубежья. В феврале они представят свои эскизы на очном этапе, а затем победители смогут реализовать свою идею и поставить спектакль на большой сцене. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.